всех приветствую сегодня такая тема рез волоса владимир вот подписчик канала прислал видео ну и там комментарий был что вот видел видео где заточник режет волос там на расстоянии 5 сантиметров 5-6 сантиметров от так надеюсь волос видно да вот точки удержания так ну вот давайте посмотрим вот у меня бритва значит ей заточил ее не знаю может год назад может больше вот и брился много раз сегодня вот ее направил перед этим видео значит вот смотрите ну вот ложим на вот бритва отрезала волос смотрим какое расстояние на ком расстояние вот где-то 22 сантиметра да то есть не 5-6 там 22 два сантиметра вот она будет резать там совершенно свободно там не знаю сколько здесь еще там один сантиметр вот значит тесту этому тесту рез волоса ну наверно лет 200 уже не меньше значит что этот тест называется HHT Hanging Hair Test то есть тест реза волоса там на весу значит что он определяет он определяет качество заточки не больше не меньше то есть вы можете бритву как сказать совершенно непригодную для бритья там из непригодной стали я не знаю можете стамеску взять отвертку заточить ее и она будет проходить вот этот тест нарез волос но бриться нельзя будет почему нельзя быть потому что сталь непригодна и термообработка не соответствует значит заданным задачам все и вы побриться не сможете но волосы не сможете но волосы будет резать хорошо то есть нужно вот это вот котлета от мух отделять да рез волосы это качество заточки а качество бритья это включает в себя качество заточки ну еще два параметра качество стали и термообработка стали так теперь что касаемо далее этого теста нарез волос вот то что я показал значит смотрите бритва лежит под наклоном к волосу можно еще так поставить так еще лучше будет резать под углом то есть это все ну не то что фокусы не то что хитрости это просто неправильная техника выполнение этого теста в связи с этой неправильной техникой выполнения значит у людей кто ну не в теме так сказать кто может он даже бреется как пользователь бреется бритвы все время но он не затачивает и он вот этот процесс от него далек вот или начать кто начинает затачивать они как-то это пока у них плохо идет что-то не получается плохо затачивают вот а кто более-менее в курсе вот этих вот дел он конечно все это понимает значит смотрите тест по нормальному по нормальному у него там есть каких-то сколько-то градаций там пять градаций по-моему значит первая там он плохо режет вторая что-то там отскакивает и так далее и последняя пятая вот он мягко режет значит как правильно должен выполняться тест вот то что я вам показал это ну технически неправильно и волос вот можно вот у меня там на 22 сантиметра просто в экран больше не поместилось и волос если длиннее можно на полметра резать это вообще никому не нужно значит волос вот берется вот в руку вот бритва ставится ровно перпендикулярно понимаете вот так то есть вы режете не так под углом не косой рез понимаете а ровно ровно перпендикулярно вот смотрите вот я держу так ну тут не видно ну хорошо вот так перпендикулярно и тут или рука с волосом вообще руку вроде с волосом нужно опускать на бритву но в принципе мне кажется разницы нет я вот так вот поддерживаю бритву и поднимаю вверх причем лезвие ровно перпендикулярно к волосу значит делается вот такой резко опускается не так чтобы нащупываются значит на волосе есть такие как бы чешуйки если потихонечку так нащупать чешуйку то ее как бы поддеть под чешуйку нет вот в сантиметре так может поближе даже подведем в сантиметре вот бритва значит волос не прикасается и потом вы его опускаете все опустили волос вот он отрезался вот этот вот рез значит еще раз возьму еще вот этот кусочек так значит смотрите бритва не под наклоном идет волосу то есть если вы возьмете волосы вот так под наклоном так как бы в ракурсе вот так вот под наклоном то она будет очень хорошо резать то есть косой рез да вот так вот я взял под наклоном и косой рез это тоже неправильный тоже неправильно значит самое правильное так самое правильное вот волос бритва ровно перпендикулярно и опускаем так видите даже она 22 сантиметра резала сейчас не прорезу ну это бывает что-то там не попало или что там так давайте еще раз оп и четко мягко отрезаем так дальше сейчас мне здесь волос плохо видно волос так 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 опять берем вот 90 градусов и бритва опускаем все волос отвалился сколько здесь сантиметр ну здесь запасом больше сантиметра все больше ничего не надо не нужно вот этих вот тестов которые вот далеко далеко вводим и бритву наклоняем и вот вот бритва отрезал нет это это не пойдет отрежет она да еще вот такой вот это вот ну это не то только только вот так хоп все вот он тест все ничего придумывать не надо до 20 сантиметров вот и наклонять бритву нет строго перпендикулярно волос идет строго строго на бритву строго на бритву под 90 градусов никакого наклона такого такого наклона бритвы не дал бритва вот она ровно и волос к ней идет ровно все под углом кругом 90 градусов все вот это тест все здесь ничего такого нету хитрого сложного все очень просто вот и вот это вот видео ну я не знаю ну что ни о чем что он что пять сантиметров там пожалуйста волос может резаться там пять сантиметров пятьдесят сантиметров это никому не нужно вот в сантиметре режет и все значит заточка нормальная вот остальное дело за бритвой так все с этими сантиметрами все понятно так еще хотел так пока вроде время такое еще есть не такое длинное видео значит хотел еще один момент тоже он встречается какие-то споры идут вот смотрите вот бритва так немножко все попадает здесь вот обух бритвы да вот берем бритву клин бритва клин но она на самом деле вот здесь вот не треугольник здесь чуть-чуть должно быть вогнутость иначе если вы будете затачивать у вас ну вся плоскость на камень попадет да то есть чуть-чуть здесь вогнутость будет и вот у вас угол вот он угол если мы линейку приложим вот у вас угол заточки вот он здесь тоже к обуху приложим вот у вас угол заточки вот он этот угол да вот вот этот угол ширину вот это вот обушка и длину и длина определяет угол и вот этот угол задает производитель да он не всегда одинаковый у всех бритв он ну как бы колеблется плюс-минус теперь что значит это вот клин и вот какое-то идет такое рассуждение что вот вогнутые они что-то поострее там угол вот смотрите вот это вот полный клин да называется вот теперь возьмем четверть клина четверть клина это вот так ну это половинка вот это четверть то здесь в четверти клина идет вот такая выборка здесь а это лезвие у нас идет вот так дальше да вот это четверть четверть выборки вот это вот угол выборка четверть повлияла как-то на угол вообще никак то есть мы при четверти выборки также бритва попадает на обух камень и также попадает с этой стороны да угол один и тот же никак не отличается дальше 50 процентов выборка вот это вот половинка то есть выборка идет уже вот здесь 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 у нас дальше идет такой лезвий вот 50 процентов выборка что у нас изменилось у нас изменилось ушла вот эта вот сталь да сталь ушла и осталась вот такая вот бритва угол остался он прежним угол далее 75 процентов выборка то есть такая бритва что у нас изменилось изменилось то есть вот эта вот сталь ушла да лишний обух остался он такой же лезвие здесь все так же угол угол тот же самый вот то есть мы если здесь нарисуем эту вот бритву да вот с полной выборкой буквально полная выборка и здесь вот дальше идет ну там разные формы есть здесь вот расширяется потом опять это видимо ребро жесткости и здесь вот это вот угол идет значит угол он обуславливает вот обух угол обух угол вот он этот угол чем он отличается от клина вот был бы здесь клин но вот так было бы вот такой вот вам клин вот клин полный клин чуть-чуть здесь вогнутый чтобы ну вот эта грань не цеплялась за камень у кленов чуть-чуть вот вам клин угол как изменился вообще никак так в чем же разница между вот вогнутой бритвой и клином я имею ввиду разница в угле заточки угол заточки то же самое значит что теперь если бы у нас волос вот такой толщины был тогда какую-то роль играли бы вот эти спуски то есть если вот это вот как бы тонкие тонкие вот эти вот спуски сведения то при вот такой толщине волоса естественно он здесь разрезается ну здесь лучше было бы да лучше бы резался а здесь вот шире и волос как бы вклинивается в этот клин и он хуже режет ну у нас же толщина волоса если мы будем вот в масштабе оставить волос то вот такой вот толщина то есть весь волосов ez он режется вот здесь вот на этом пятачке вот на этом пятачке то есть он никак не касается у вас хоть если шероховатый будет хоть кривая там какая вообще не влияет вот эти вот спуски вообще на волос вообще не влияет в Taric все таинство вот здесь проходит на вот этой рк причем волос он ну это вот еще тоненькая рк волосы еще здесь в масштабе может тоньше по большому счету все таинство вообще вот здесь происходит на расстоянии нескольких микрон всего то есть волос надрезается там до половины или до 3 там это всего там не знаю 15-20 микрон вот эти вот самые самые ответственные вот этот участок даже не этот то есть волос уже разрежется он до конца даже не дойдет этой режущей кромки смотря какая режущая кромка многие у бритвы там пол миллиметра миллиметра а волос там максимум одну десятку имеет максимум одну десятку то есть вот это вот рк один миллиметр допустим а волос одну десятую имеет то есть он вот здесь вот на кончике разрежется и все вот это вот рк даже если у вас будет какая-то грубая здесь риски от тысячной вот и от тысячника риски то даже это рк не повлияет все вот таинство вот здесь вот на самом кончике всего лишь там какие-то там микроны так ну вот это вот такие две маленькие темки так ну все всем пока до новых встреч